Мы находимся на переправе, наведенной более 10 суток назад силами военных инженеров. Как видите, переправы функционируют по настоящее время. Пропуск техники осуществляется в штатном режиме. Наведение понтонной переправы через реку продолжалось около 6 дней и 6 ночей. Враг практически каждый день с утра до ночи пытался разбить. Враг всеми усилиями пытался не дать переправить технику на другую сторону. Это была его главная задача. Туда он подтягивал все, что можно. Каждый день он пытался сбить любой ценой, не дать переправить ни одной единицы техники. Вот он куда попало. Сейчас я говорю, второй, третий понтон. Ну, то, что искренне нужно, это все от мин. Минами попадало. К нам прибыл полковник Повчаренко. Он прибыл для помощи, оказания на наведение переправы. И прибыли коллеги с инженер-саперной бригады к нам на помощь. Он не отходил от этой переправы, пока она не будет закончена. Он начинал функционировать, продолжал пропускать колонии. Он сам лично руководил пропуском каждой колонии. Так же, как и командир батальона нашего. И чтобы не было затора, они вдвоем организовали пропуск колонии. Остальных они бы обычно оттуда убирали, чтобы было меньше потерь. На этом месте, при наведении моста, к сожалению, трагически погиб наш офицер. На берегу остался полковник Повчаренко. Через 20 минут он сказал, я сильно ранен. Я говорю, эвакуация нужна. Он говорит, нет. После этого на связь он больше не выходил. Мы искали его почти еще сутки. И только на вторые сутки мы его смогли найти. Ценой жизни людей эта переправа была наведена. Мы приняли решение назвать эту переправу в честь офицера, погибшего здесь. Переправа сейчас исправна, работает и даже поступает техника. И никаких проблем с перемещением по переправе нет.